Привет! Сейчас я тебе хочу рассказать о некоторых сервисах, с помощью которых ты можешь реально вдохновиться, реально черкнуть новую информацию, какие-то возможности для твоих собственных проектов. Или, допустим, когда тебе просто скучно и хочется чего-то нового разнообразить в свой мир, чтобы просто что-то возможно новое найти, где-то подчеркнуть тренды, где-то подчеркнуть что-то просто новое. Итак, смотри, первый сервис называется Pinterest. Pinterest это такая штука, похожая немножко на Инстаграм, в которой есть много-много разных фоточек, вот таких типа как в Инсте, только здесь как бы люди их выкладывают не с целью получить хайп, получить лайки, а с целью просто как бы выложить прикольную фотку, может быть кому-то понравится и кто-то захочет ее себе сохранить. Да, то есть можно так просто брать, как бы наводить на фотку, нажимать сохранить, сохранить к себе в доске. Смотри, например, ты делаешь какой-то проект по лагерю, да, опять же у нас как-то, не знаю, в этих видеоуроках все как-то связано с лагерем. Вот, окей, да, допустим, тебе нужны какие-то лагерные картинки, лагерное вдохновение, вот эта лесная атмосфера, да, или что-то похожее. Мы пишем запрос, да, например, кэмп, видим фотку, да, она нам понравилась, нажимаем ее просто сохранить и создаем новую доску, например, кэмп, да, кэмп, все, сохранили, готово, все, наша доска с лагерем создана, отлично. Мы дальше начинаем искать другие фотки, например, он нам подсказывает, да, допустим, к кэмпу есть запрос слова тент, да, палатка. Мы такие листаем, 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 вроде все не то, не то, не то, не то, но вроде не нравится. Посмотрим, что же нам нужно подойти. Так, 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 что-то такое атмосферненькое прям, ну, вот это что-то прикольное, да, такое 50 плюс бесплатных кэмп-сайтов. Это, скорее всего, нам предлагает перейти на сайт и посмотреть, да, что у нас же там, собственно, будет, да, здесь. 50 бесплатных что, фоток нам предлагают или чего-то там? В общем, не суть, в общем, нам какой-то сайт предложил, если нам, допустим, просто нравится вот эта фотография, да, вообще стиль ее, мы, опять же, нажимаем просто сохранить и сохраняем ее в кэмп, да, пам, сохранить в кэмп, все, отлично, сохранили. Итак, мы просто делаем разные подборки, делаем свои собственные доски, чтобы потом, когда у нас будет, там, допустим, 20 фотографий, вы могли просто зайти и вдохновиться, да, например, вам нравится вот этот, там, метеоритный дождь или просто звезды, да, вот эти, которые находятся в движении, тоже, бам, взяли, сохранили, на доску, закрыли, и потом, соответственно, когда будете делать этот проект, просто открываете свои доски и, соответственно, вдохновляетесь ими. Итак, это был первый сервис, второй сервис называется Dribble с тремя буквами B, сайт, всемирный сайт, не знаю, как сказать, дизайнеров, на который они выкладывают свои собственные работы, наработки, на которые тоже так просто можно заходить, да, там, в любой день, утром проснулся, вместо Инстаграма открыл Dribble и такой листаешь, ты можешь, вау, прикольная фотка, мне нравится стиль, мне нравится сочетание фиолетового с бирюзовым, да, там, с оранжевым, с чем-то еще, нравится просто цвета, взял, так, заскринил, сохранил себе на компьютер какую-нибудь папку на, создал на работе, в общем-то, в столе, и дальше и пользуешься, да, опять же, можно просто так вот листать, 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 можно, опять же, делать какие-то запросы, да, такие поисковые кэмп, опять же, смотрим, да, по лагерю, здесь, конечно, у нас уже больше не фотографии, больше какие-то иллюстрации прорисованные, да, видно, что у нас какой-то патч, да, какая-то заплатка, какие-то прикольные такие неонг-иллюстрации, плоские иллюстрации, как будто от руки нарисованные, то есть много-много-много всего, скетчи всякие, то есть можно здесь также и брать вдохновляться, да, на сайте Dribble, и третий сайт называется Behands.com, Behance.net Похожий сайт на Dribbble, на котором также много таких разных клёвых иллюстраций, фотографий и графики, на котором тоже можно вдохновиться чем-то. Они в принципе похожи, но кто-то предпочитает Dribbble, кто-то предпочитает именно Behance. Видим, что здесь немножко разные. Если там были чистые иллюстрации, то здесь какие-то фотки уже, что-то другое, какая-то есть упаковка. И чуть поменьше, по-моему, здесь у нас всё-таки графики. Вот. Собственно, пользуйся этими тремя сервисами. Я думаю, они тебе пригодятся в твоей личной работе. Вообще просто, чтобы поднять настроение. Смотри следующие видео уроки или переходи прямо на марафон. Давай, жду тебя. Субтитры сделал DimaTorzok